У нас, допустим, на мешке есть N предметов. Так, мешки N предметов. Да, мы как-то отметили три из них. И мы берем из мешка три равных предмета, не возвращая их. Просто приигрыш не зачеркиваем, да, так вот, три предмета? Ну, нет, мы сначала взяли один, потом взяли другой, потом взяли третий. Ага, хорошо, последовательно извлекаем, хорошо, да. Это то, что называется схема выбора без возвращения, да. Событие A1, это будет, что мы взяли первый, наверное, помеченный предмет A2, что мы взяли второй, наверное, помеченный предмет A3, что мы взяли третий, помеченный, наверное, предмет. Так, давайте я буду пытаться записывать, а потом посмотрим, правильно ли это решение. Значит, A1 взяли, а что-нибудь про остальные мы знаем? А, сейчас, подождите, мы три же предмета вытаскиваем, да? Да, мы пометили три предмета. И вытаскиваем три последовательных предмета. Так вот, в чем все-таки состоит A1? Что взяли первый и, возможно, другие тоже, да? Ну, нет, что просто среди трех взяток есть... Ну, да-да-да, я и говорю, что... Что значит, что среди трех взяток есть первый? Это значит, что, например, нам благоприятствует такой исход, когда мы взяли все три помеченных. Такое тоже может быть. А может быть, мы взяли только первый помеченный, и там какие-то совершенно левые, не помеченные. Хорошо, это надо просто как-то аккуратно прояснить. Значит, взяли второй, да? А три это взяли третий? Да. Так. Ну, и какая вероятность того, что мы вытащим их все? Нет, подождите, если это три события, то вот они уже вот эти три, да? Да. Или есть еще какое-то событие? Почему-то. Ну, то есть, сейчас я должен посчитать вероятность каждого из них, потом вероятность каждого пересечения, и потом вероятность всех троих, правильно? Да. Давайте посчитаем, на чему равняется вероятность А1? С какой вероятностью мы взяли среди этих трех первых предметов? Три делом на n умноженное на n минус 1 умноженное на n минус 2. Так, сейчас, подождите, давайте это напишем. Вероятность А1 предполагается равной чему? Ну, три? Три деленное на n в третьих 2 шестидельных. На n, n минус 1, n минус 2? Да. Так, не видите, но я сейчас не креплю. Так, сейчас равняется. Три поделить на n, n минус 1, n минус 2. А как мы это получили? Ну, у нас всего три варианта, когда первый предмет мы взяли первым, и вторым, и третий. а всего варианты взять а, еще это на 3 надо разделить не знаю, сейчас надо подумать давайте все-таки экономически как-то это решать сколько всего есть элементарных исходов то есть сколько есть способов выбрать 3 предмета последовательно это вроде бы просто n на n-1 на n-2 то есть знаменатель правильный да, действительно, n на n-1 на n-2 это количество способов выбрать 3 последовательных предмета теперь нам нужно посчитать количество способов так выбрать 3 последовательных предмета по-моему, гораздо больше чем 3 так выбрать 3 последовательных предмета чтобы среди них присутствовал вот этот вот первый ох ты боже ты так ну это, наверное, будет значит, надо, как же это сделать n на n-2 на n-2 на n-3 потому что у нас когда у нас первый предмет мы взяли его первым когда у нас вторые у нас еще и стены у нас задем можно на n-2 на n-2 когда на втором столько же когда на третьем еще столько же по другим местам ну это, конечно, да а, и поэтому можно сократить получится 3 деленное на n ну хорошо да, сейчас, сейчас, сейчас сообразим значит, действительно мы могли первым взять этот первый элемент и потом остальные выбирать как угодно могли мы ничего лишний раз не посчитали? нет, ну вроде бы без возвращения да, поэтому второй раз первый предмет мы вытащить не сможем конечно так, ну вроде бы правильно 3n-1 на n-2 тогда это получается просто 3 поделить на n ну, естественно вероятность a2 и вероятность a3 абсолютно такая же и по сути и вот в этот момент вот что такое вероятность пересечения a1 на 2 это вероятность того что мы взяли и первый и второй предмет вроде бы ситуации снова 3 мы могли первый предмет взять в начале второй вторым могли первый первым, второй третьим ну понятно c из 3 по 2 ситуации то есть 3 три ситуации нам благоприятствуют но дальше третий предмет мы выбираем n-1 способом n-2, да то есть у нас получается, что вероятность, скажем одновременного выполнения событий a1 на 2 это 3 умножить на n-2 да и поделить на n n-1 n-2 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 там, конечно сокращается но очень сомнительно что квадрат вот этого числа равен тому что написано здесь то есть они попарными независимыми уже не являются как будто бы смотрите, да? вероятность того что a1 и a2 выполнены одновременно это вот такое число которое не равно произведению вероятности a1 и вероятности a2 потому что каждая из них вот такая и видно, что это число не равно квадрату этого то есть этот пример не годится просто потому что они не только потрольны они еще и попарно зайлись к сожалению надо что-то другое придумать но он довольно сложный честно говоря ну что подумать еще не может некий пример я готов высказать сразу что выбить мы выбираем после скажем что при первом бросании надо при единице что попало при втором тройке при третьем четверке ну и что? ну да я думаю что нет ну это все независимо мы же бросаем и бросаем тут-то все независимо в совокупности мы же не описали никаких зависимостей между тем как мы будем рассматривать результат второго эксперимента если там что-то произошло в рамках первого так не получится в принципе очень полезная задача подумайте еще да еще ну пусть n раз подряд кидает нашу несчастную реальную кость n раз подряд хорошо да и и рассмотрим реальность того события что выпадут подряд n шестерок и при этом за 1 обозначили первую букву а6 за 2 тоже во вторую сейчас я пока не понимаю что такое а1 все-таки еще раз подбросали n раз игральную кость в чем состоит событие а1 а1 когда мы первый раз бросили первую кость до выпало шестерок да выпало шестерок а все больше ничего да а2 это когда во второй раз выпало шестерок и так далее аn это когда во именно раз выпало шестерок ну вроде как вероятность каждого из таких событий это одна шеста Но они, наверное, попарно независимы и в совокупности независимы. Нет? Они же в совокупности тоже независимы, потому что мы никаких зависимостей не устанавливаем. Сейчас. Я просто не пойму. Ну хорошо, тут даже не 3, а N у вас. Их у вас много. Ну а что? Они попарно независимы, конечно. Ну и какова разность того, что они по всякому, вроде. Ну, одна шестая в инвестиции, вроде бы. Ну то есть это произведение, одна шестая, одна шестая, одна шестая. Все в порядке.